Что сказать? Все начинают говорить только недостатки. Если бы у меня не было куртки, моё сердце было видно, как оно вырывается просто из груди. Наверное, так себя чувствуют артисты в юбилей. Не совсем мысль, скажем, вайп. Это было непривычно для меня. Да, меня смущают некоторые слова. Всё поменяли. Потом на колени упал. У меня таких откровенных песен никогда не было. Снова ты дышишь бой с ней ночью. Но я не онлайн. Не онлайн. Конфетка – это прямо что-то выдающееся. Это легендарное уже шоу «Конфетка». Спасибо, «Конфетка». Это было весело. Вот и всё, что я могу сказать. «Конфетка». «Комфетка». 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 «Опять не подглядываешь». «Комфетка». «Комфетка». Знаете, я вот только что, номер был так же классный, меня так хвалили мои друзья, коллеги-артисты, и все такое приятно. Я подумала, наверное, так себя чувствуют артисты в юбилее или там в Новый год. Ну, то есть очень много публичных добрых слов. Было очень приятно. И, кстати, честных. И вот сейчас я захожу за кулисы, на меня набрасывается моя команда, и все начинают говорить только недостатки. Не, ну ты почему здесь сутулилась? А живот здесь можно было втянуть? И так далее, и так далее. Я вот думаю, что это такое? Вот мне захотелось сейчас как-то разделить радость, поблагодарить всю команду за этот потрясающий номер. Я получила удовольствие, надеюсь, зрители получили. Но после слов моей команды личных стилистов, да, что тут корявая, тут сутулая, тут вообще лучше не носить черное. Ну, то есть, к сожалению, команда, она всегда ближе, и они видят нюансы. Но мы нюансов никаких не видели. И это точно было очень красиво с этим КамАЗом. Они не все поняли даже, где это происходит. КамАЗ был настоящий. Большой. Да, большой. В нем такая энергия классная. Единственное, немного расстроена, почему закрасили надпись на звание. Последний момент, кстати. Да. Закадровая информация решили так, давайте. Ну, наверное, просто есть законы, законы телевидения, и все понятно. Но просто как бы даже надпись, она такая брутальная. Все-таки классная у нас машина, да, брутальная. И наша машина достойна была песни. Самое смешное, что до этого в эфире 350 тысяч раз сказали КамАЗ, 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 КамАЗ. Как удалось сработать над песней? Сложно ли было? Ну, честно говоря, мне кажется, вообще большую часть сделала команда шоу «Конфетка». Я получила удовольствие. Да, меня смущают некоторые слова, песни. Вот мне интересно, могут зрители комментарии писать? Да. Ну вот честно. Не пишите. Пишите. Пишите честно. Как вам текст в целом? Знаете, мне кажется, сейчас такое время, что они слушают текст, а видят движение. Они видят, что классные движения, всем хочется повторять, и дальше пошло масса. Ладно, если честно, я так скажу. Меня немного смутило слово «экстаз». Какое неприличное слово. Нет, нет, дело не в сочетании звука. В сочетании с КамАЗом? Да, экстаз. КамАЗ и экстаз? Ну, может быть, не знаю. Сочетать несочетаемое. Когда такие милые девушки, мама с дочкой, они очень красивые, очень нежные, милые, прекрасные, написали такую песню. Точно клип смотрели? Конечно, смотрела. Раз в 10. Там 210 просмотров было на тот момент. 10 я посмотрела, друзьям показала. Команда с ним по рукам бьет дистанционно просто. Так вот, смотрите, я бы, наверное, я бы, наверное, заменила слово «баб». Ну, правда. Я согласна, кстати. Я думала, мне показалось, а потом «баб». Я постаралась так, как «баб», 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 вот так сделать. Ну, то есть, чтобы чуть-чуть смягчить. А все остальное, ну, классно же. Да. Наверное. Классно, стильно. Как вам? Расскажите. Мне непривычно. У меня таких откровенных песен никогда не было. Еще в сочетании с моим, как мои друзья называют, юным голосом. Интересно. Пап. Пап. Эта тачка не для пап. Папара-пара-папа-папа. Спасибо вам большое. Да, спасибо, конфетка, это было весело. Так и должно быть. Для этого и работаем. Спасибо. Спасибо. Не боюсь вас отдавать. Не обижай. Конфетка. Очень-очень-очень позитивно. Я вообще достаточно тяжел на подъем в какие-то шоу сниматься, особенно юмористические. Для меня это не совсем мой, скажем, вайп. Но, тем не менее, конфетка – это прямо что-то выдающееся, мне кажется. Необычное. С самого начала, с выбора песни, которую тебе предлагают. Да, все сложилось, мне кажется. Долго ли рождался именно этот вариант? Добавляли ли вы что-то свое? Конечно. Все поменяли. Вплоть до мелодии, речитатива, даже тональность. Сколько рождался? Наверное, часа четыре. Чтобы он прямо уложился в моей голове, как он должен звучать, по ритм секции, по звукам каким-то. А потом за день все, да, с комментариями ребят. Андрюша Аверина, мы так чик-чик-чик-чик. Он внес свою коррективу замечательную, там немножко по мелодии. И, мне кажется, все сработало. Очень здорово. Как вам наши члены жюри ведущие? Я знаю, что вы пересекаетесь все время, но просто в таком формате и в таком составе это очень необычно. Те ребята, которые сидели в жюри, их не ожидал видеть. Все, конечно, давно и прекрасно знаю. Что сказать? Слава Богу, что мы можем пересекаться. Слава Богу, что мы можем нести какую-то радость друг другу. Вот и все, что я могу сказать. Не горжусь, плитку за плиткой кладу я весель. В душном высоком пространстве капают пот. Слава Богу, что мы можем пересекаться. От хорошего дня до встречи. Это было непривычно для меня, сто процентов. Потому что я такие грустные песни вообще не пою. Выход из зоны комфорта, как уже сказали все музыкальные эксперты, подметили ведущие. Я думаю, что Денису такая версия понравилась. Я думаю, что еще Сергей Лазарев теперь будет переживать, потому что в самое сердце случилось не у него почему-то. Да нет, но на самом деле песня действительно классная, душевная. И если бы я сделала веселой версии, наверное, она затерялась, скорее всего. А здесь получилась такая драма Queen, история, которая раскрывает всю любовь Дениса к дереву. Которую он обнимал, гладил и хлопал. Волновался ли ты перед выходом? Очень волновался, я слышал свое сердцебиение. На самом деле я сам удивился, почему так. По сути, эту песню я уже столько раз репетировал, что уже просто выйди и спой. Но какой-то у меня был, не знаю, мандраж. Но вот первые пять секунд я прям очень, мне говорю, если бы у меня не было куртки, моё сердце было видно, как оно вырывается просто из груди. А потом, получается, я немножко уже на всех посмотрел, познакомился и понял, что, в принципе, все нормально. Главное, поешь с душой, и все будет хорошо. Так и есть. Мне кажется, всегда ты поешь с душой, только у тебя по-другому не бывает. Да, я еще там на колени упал, ну то есть максимально пережил. По сути, слова простые, но хотелось эту простоту подчеркнуть, что вот такое тоже бывает. Сделаем небольшую отсылку к другому проекту «Вайт Медиа» на другом канале. Ты помнишь мальчика Федора, которому ты подарил бандану? Конечно, помни, чтобы он замотивировался. Ну и бандан, самое главное, чтобы приносило ему, ну не знаю, какую-то радость и какая-то память о нашем таком знакомстве необычном. Смотри, бандан мне ты подарил, у тебя чудесным образом вторая появилась. Да. Куртку подарил, чудесным образом опять появилась вторая. Сразу беру, да, у меня типа, знаете, такая же есть магазин, там два пацана, одного я сразу беру, два экземпляра, что вдруг кому-то что-то подарил, сразу осталось. А, кстати, между прочим, мне Федор писал потом личное сообщение в социальных сетях и говорил, спасибо тебе большое, я очень вдохновлен нашей встрече. Я сказал, Федор, ничего не зря, поэтому рви и, как говорится, выигрывай все конкурсы. Как думаешь, у участника сегодняшнего есть шанс получить 300 тысяч? У какого моего? Ну да. Я, честно, не видел другие номера, не могу сказать, но искренне верю, что наше сердечко должна завоевать, по крайней мере, не 300 тысяч рублей, да, а, по крайней мере, сердца наших слушателей, которые смотрят, зрителей, которые смотрят это легендарное уже шоу «Конфетка». Легендарная конфетка на ТНТ. Именно. Пойду еще какую-нибудь куртку отдам. Вперед! Конфетка.